покажу вам сэмплер, который я начала, уже о нем шла речь, только я вам не показывала самого начала, вот что удалось вышить, будем его называть винтажный сэмплер, это пока рамочка и не с цветочком, сейчас покажу потом схему, какая здесь история, вот это ниточки на него, видите, как много бежевых, коричневых, каких-то темно-зеленых, а в качестве голубого, который по картинке вот такой, это пыльно-серо-голубой, но есть яркий, травянистый, конечно, сразу могу сказать, отличается он от превью, как первому впечатлению, как бы даже не в лучшую сторону, как мне пока кажется, не знаю, что я его остановила, может видите, здесь резкий переход, вот это где черная нитка, ну, по фото он смотрится классно, может быть, надо смотреть целиком будет, но здесь очень интересные такие землистые эти переходы, здесь все нормально, вышиваю я на билане, это антиквайт, но сразу хочу сказать, не делаю я здесь, знаете, отдельные закрепки, много где делаю протяжки, ну, как бы, видно, сказать не видно, здесь просто хвостики еще торчат, здесь в другом дело, просто если вот одиночные крестики, бывает, что вот сдвигается прямо сюда, нитка выскакивает за счет того, что большие просветы, видите, какая она, вот это вроде 20-я была, но вот эти дырочки, это как бы через две ниточки, то есть по факту вам кажется, что через одну, то есть у кого слабое зрение, это шикарно, но вот когда одиночные крестики, надо приловчиться, вышивать удобно, считать очень удобно, я здесь немножко нахимичила со схемой, сейчас расскажу, так как схема у меня распечатанная, вот это я играла с принтером своим, ну, здесь еще синей краски нет, то есть здесь вот синие детальки, и что здесь, вот весь рисунок, вот я сейчас шью где-то вот этот кусочек, то есть представьте, насколько он по факту огромный должен быть, да, вот смотрите, видите, и у меня он уменьшенный будет, у меня будет только вот эта часть, и вот это, ну, рамочка, то есть вот эти домики, и вот это вот тут история, это я все убираю, ну, соответственно, он вдвое короче будет, и он даже длиннее, чем выше, то есть он где-то вот такой, по факту, да, то есть весь этот кусок уходит, и я немножечко, как мне показалось, ошиблась с расчетом ткани, потому что я посчитала, видите, вот как формат выходит, смотрите, какой он большой, в принципе, это и хорошо, я даже дважды рада, что я так решила, потому что я была, наверное, утомилась, видите, какой он огромный, это двадцатая была она, то есть это достаточно меленький каунт, такой, как мне кажется, вот, немножко здесь, видите, толкаются крестики, посмотрите еще раз, видите масштаб, ну, интересно, это очень интересно, то есть вот здесь вот будут еще элементы внутри, то есть я хочу сейчас сделать разметку, пройтись полностью, понять ширину, он хорошо помещаться, вот по высоте, вот этот цветок, ну, он такую добрую половину будет занимать, да, сейчас, было видно в кадре, вот, смотрите, вот эта часть, вот сюда, потом вот эти переходные дорожки, и вот это с бабочками история, и рамочка, вот эти буквы все уйдут, буквы делать не буду, они просто не поместятся, ну, и пока я не хочу играться с буквой, мне просто нравятся вот эти примитивы, видите, вот эта ваза, отлично, и вот эта дорожка бабочки, тоже хорошо, а, что по схеме, у меня изначально потерялся нижний лист, собственно, вот этот, то есть я, когда начинала вышивать, я брала просто вверх, и его переворачиваю, ну, вот этот угол, да, просто вот так на компьютере переворачивала, и, в принципе, я не ошиблась, когда нашелся у меня этот лист, и здесь еще было сложно убрать и посчитать, убрать эти все лишние дорожки, посчитать, так, чтобы все ровно поместилось, ну, надеюсь, все получится, так, это касательно этого сэмплера, и сейчас мы с вами смотрим еще один, там тоже не очень много вышито, но он интересен тем, что он винтажный в прямом смысле, смотрите, вот так сейчас это выглядит, так, где здесь вверх, да, вот так правильно, эти рамочки пошли в дело, что по нему, вот такой сюжет, очень-очень-очень старый журнал, вот к нему ниточки, это вот такая вот, кто знает, зарза, альбом 1, ой, чтобы этого года какого, 80-х годов, наверное, да, 91-й, 91-й год, очень старый, дело в том, что я маме вышивала такую сумку, вот именно вот эта, и она не сохранилась, и решила я ее восстановить, так она мне тогда нравилась, и со второй стороны, там у меня еще была такая аппликация, плющ, и прям, знаете, такие атласные кусочки, вот эти листья, и по краю прям вручную я их так меточным, плотненький такой, как гладивым стежком пришивала, надеюсь, что удастся это все восстановить, ну, по факту, конечно, это две лицевые стороны, то есть это должно быть, не знаю, две сумки, так, это машинка, ну, пока остановлюсь на том, что вот эта вышла, с аппликацией посмотрим, конечно, много проектов, а что здесь, это Мурана, 32-я, кобежевая, вот я сейчас, посмотрите, по-моему, я перепутала лицевую с изнаночной, видите, по вот этим дырочкам, по идее, надо было вот здесь вышивать, но я вам честно скажу, видимо, на Муране это не так-то сильно, а немножко есть, этой стороны было бы удобнее, лучше бы считать было, ну, вот-вот недостатки зрения, здесь уже есть ошибочки, цветов здесь просто какое-то смешное количество, видите, и вот оказалось, что вот этих двух у меня все равно нет, это прямое количество DMC на минуточку, да, вот эти цвета есть, тех двух пока нет, но я шью без них, то есть пропускаю и потихонечку двигаю работу, она шьется быстро, ну, вот единственное, что сложно считать на равномерке, но я с лупой шью, и еще такой момент, если вы заметили разницу, да, вот посмотрите по цветам, то есть здесь немножко слукавили они, видите, он ярче, чем он здесь, то есть здесь как бы так припылили немножко, видите, он прям здесь ядовито такой зеленый, смотрите на нитке, я когда увидела эту нитку, когда положила сюда, думаю, ничего себе, это в таком пыльном дизайне вот такая яркая нитка, вот к белому, ну, оно смотрится, а когда я вышивала, это, наверное, в школе я вышивала, у меня еще даже не было мулине, ой, чтоб вы видели, это были просто катушки, по-моему, швейные, то есть мне настолько хотелось вышить сюжет, здесь, конечно, много всяких интересных штук, вот смотрите, они такие ближе к примитивным, видите, все-таки маленькие, но они очень интересные, вот, по-моему, сейчас эти альбомы можно скачать, где-то в интернете они есть, они небольшие, не сложные, мало цветов, вот как раньше эти, можно было просто по таблице подбирать нитки, здесь прямо указывается, в какой колонке, какой цвет, вот так отсюда я, собственно, и подбирала стежки, здесь была, а вот такую ромашку еще вышивала, тоже не сохранилась, может быть, я это все восстановлю, такая ностальгия, вот так, вот тут свет, свет намного лучше в тени, покажу вам сэмплер, яркий сэмплер, как он продвинулся у меня, вот так поближе, смотрите, очень классно, да, вот прям магия вот этих сэмплеров, этих узоров, разные-разные здесь вот такие сюжеты, и я так частично перескакиваю с одного на другой, делаю рамочку, я буду менять, наверное, некоторые сюжеты, какие-то детали, вот это очень интересно, вот к ним ниточки, здесь побольше ниток, чем предыдущие, и они такие действительно яркие, покажу вам продвижение по джастнену, это Моннинг Флауэр сюжет, вот превьюшка, что здесь, здесь тоже у меня, видите, так, здесь короткая канва, я когда его начинала шить, я подумала, что, ну, может быть, мне будет неинтересно, не знаю, взяла попробовать, и так с угла начала шить, и видите, я увлеклась, а ткань оказалась вот короткой, в общем, здесь я ее доставляла, и сделала здесь чехольчик такой, сюда, кстати, тоже, там, вы видели, так, пошила чехольчики, что касается чехольчиков, конечно, надо еще эксперименты проводить, то есть сейчас мне кажется, что здесь нужно покороче, вот здесь нужно побольше, и побольше ткани, уже в другом я так и делала, вот, ну, вообще прикольно, конечно, оно лучше сохраняет так работу, и выглядит интереснее, и вот сюда еще можно, знаете, кружева пришить, отвлеклись, что по самой работе, здесь, значит, сюжет состоит, видите, из трех квадратиков, все-таки кисточки надо будет как-то делать, наверное, из мулине, нижний квадрат здесь практически закончен, здесь не хватает, вот здесь, видите, такая стрекоза маленькая, вот, крошечная, и еще, соответственно, их четыре должно быть по четырем сторонам, и, может быть, какая-то деталировка здесь еще не закончена, и здесь, вот, видите, бэкстич, вот это малюсенький бэкстич, это Аида 16, по-моему, а ну, что могу сказать, если вы такой педант, что вы каждую вот закрепочку готовы делать, то, ну, там ковер у меня с обратной стороны, благо, не светлая ткань, этого не видно, но я не делала отдельные закрепочки, но по факту они здесь нужны, видите, здесь вот еще бэкстич по краю, здесь каждая деталь важна, и что здесь, смотрите, вот это, здесь смешано, здесь белый, допустим, сделан и ДМС, две нитки, а вот это уже перле полностью, восьмерка, вот такая, удобнее ей в плане того, что, да, больше рельефа дается вот этим крестиком, но она немножечко такая, как шелковая крутится, и не сильно длинную надо делать нитку, часто перезаправлять, иначе она путается, у меня так не получается, дальше, что по ниточкам, вот ниточки, здесь, да, здесь есть бисер, вот по уголках, смотрите, вот здесь бисер, вот в серединках, я брала не совсем по ключу, как этот эмбелишмент пак, у меня этого не было, взяла просто бисер, какой-то похожий, а, вот, сейчас покажу, по-моему, я уже это рассказывала, да, так там номера не были указаны, вот, смотрите, 37, 188, вот это здесь в серединке, так, ну, и белый, даже я его отсюда убрала, видимо, ну, надо будет снова, потому что вот в этих всех трех дизайнах, все уголки и рамочки одинаковые, вот, то есть по углам здесь идут вот такие группки из беленьких, может быть, где-то еще надо по схеме уточнить, ну, а так сюжеты отличаются, видите, здесь четыре цветочка, здесь один большой и тут сверху ромбик, ну, по факту, есть сложно с первым, потому что вы еще не понимаете, как строится здесь, что, вообще, конечно, а дальше уже проще, понимаешь, что рамка примерно одинаковая, просто считаешь, ну, первое, когда вы шьете джеснены, прям какая-то магия, то есть, понимаешь, насколько здесь прорабатывалось, вот эти переходы, и, кстати, да, вот здесь вот я начинала шить подбором, то есть, пока я ждала заказ, я шила тем, что есть, да, своими цветами, есть там у меня в видео отдельно, а вот здесь уже по ключу, и как отличаются, да, вот этот цветочек и вот этот, они должны быть одинаковы, вот вам разница подбора, смотрите, вот это по ключу, DMC-шные номера, а это похожие, здесь делала бленд, вот так да не так, да, смотрите, какая разница, и вот эти переходы тоже, ну, то есть, видно, ну, я тут вижу разницу, вот в этих синих тоже они отличаются, вот фиолетовый светлый и потемнее в серединках, да, очень проработаны четко цвета, ради одной схемы, знаете, вот стоит один раз попробовать, потому что, ну, это не сравнить, да, допустим, ну, не в обиду, красиво, да, супер, но не так тонко, как это сделано здесь, здесь авторы, прямо, знаете, вложили всю душу, здесь переходы, каждый цвет на своем месте, даже вот я сколько уже лет рисую, то есть, ну, что-то, так нескромно говоря, в оттенках что-то понимаю, но здесь вот прям меня удивляли эти сочетания, причем, скажу вам, всегда сложно гармонизировать большое количество цветов, ну, то есть, по тону, в принципе, если человек из чутье, то это не так сложно, да, там растяжку сделать, но когда у вас и красный, синий, зеленый, желтый и гармонизировать так, чтобы это нигде ничего не выбивалось, холодные, теплые оттенки были на своем месте, полутона, большой опыт, тонкое чутье, надо очень хорошо, еще это в нитках, то есть, могу вам сказать, очень четкая работа, и смотрите, вот как интересно, вот так круг образуется, видите, вот здесь цветочки, так вам кажется, вроде крестик, а вот так они круг составляют, вот по розовым оттенкам, большущая работа, хотя маленькие сюжеты, то есть, они имеют большую ценность, очень тонко-тонко проработанная схема, прям аплодисменты, так, на ниточке я вам показывала, сейчас покажу еще один из старых своих работ, вот такая вот работа, тоже где-то из старого журнала, она, конечно, грустненько смотрится, с одной стороны, но она мне дорога, как память, это одна из первых, наверное, когда, посмотрите на эту канулу, вот Аида, хотя бы, да, и вот эта ткань была на рулоны, вы представьте, вот эту сложную работу на ткани, на рулоны, я еще понятия не имела, как вышивать, вот просто увидела, где-то, скачала схему, смелая какая была, да, смотрите, сколько здесь бека, какие оттенки, причем здесь все, что хочешь, и Мадейра, и ДМС, и Кирова, то есть, все здесь, что я в ближайшем магазине от работы нашла, ну, очень красиво получилось, и по задумке, это крышка на шкатулку, там, по-моему, еще маленькие сюжеты были, я пыталась, видите, сделать здесь, вот сейчас это выглядит вот так, я ее даже, смотрите, ее здесь даже застрочила по бокам, в общем, не пожалела работу совсем, по факту, вот видите, на круглую шкатулку, я пыталась тянуть, но ткань рыхлая, ничего не вышло, да, собственно, у меня и нет такой шкатулки под размер четкой, и сейчас я только понимаю, что нужно было не просто тянуть ее на рамку, а что-то подложить, там, синтепоном, как-то защитить края, подложить ткань, вот сейчас, видите, светит темный фон, в общем, этим еще надо заниматься, может быть, будет пин-кип какой-то, может быть, я вот так вот пэтчворком сделаю ей рамочку, и на такую повешу, как был пул, это называется, да, сначала думала сделать чехол, вот так на рамку, да, вот смотрите, мне бы отлично закрыла, но может это на побольше рамку, или чехол на машинку, ну, как-то уж сильно такой нежный сюжет, может быть, отдельно я буду делать, скорее всего, пин-кип, да, вот он неплохо в таком формате смотрится, просто под фон сделать, дальше, мы с вами смотрим, что я нашла, сейчас вам покажу, тогда, нитки, оказывается, у меня были вот эти наклеечки, DMC-шные, они обычно идут с коробкой, но они, кстати, плохо держатся, есть какие-то остатки от наборов, ну, вот это, например, УКС, Анкоровская нитка, но номер неизвестен, а нитки осталось много, вот что с ней делать, и вот это, вот все, это еще куплено, ой, в затертые годы, 80-е и 90-е, ну, скорее всего, что это ПНК Кирова, смотрите, что делается, я их просто вот так в косы заплела, и вот пыталась подобрать размер, примерно, очень примерно, что, смотрите, как в новой нитке, ну, вот на такие кисточки, допустим, она пойдет, кстати, можно и подобрать, сиреневая нужна, вот эта, наверное, да, выгоревший коричневый, в общем, что сказать, смотрите, что сделается, какие-то от наборов, ну, таких самособранных наборов, огромное количество, просто, вот их сколько, они, конечно, не так сильно блестят, как ДМС, но они хлопковые, это 100%, вот, что вот еще, нитки, 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 что вы делаете обычно с такими нитками непонятными, надо живую карту ДМС, наверное, да, иметь, чтобы это все как-то упорядочить, еще раз посмотрим на вышивки, вот их сколько, но они все красивые, нежные, и надо их заканчивать, сейчас еще покажу коллекцию схем своих, я продолжаю собирать интересующие меня дизайны, этот, вы видели, мы про него уже говорили, это вот этот Монинфлауэрс, здесь Глэндон Плэйс, если я не ошибаюсь, прикольный такой, с листиками, дуба, осенний сюжет, здесь схемки, это примитивы, так, здесь, там, где есть превьюшки, да, вам будет видеть, покажу вам схемы, которые я распечатала, какие-то винтажные, какие-то, в общем, всякие разные, ну, хотелось бы их отшить, вот, смотрите, это Чарльз Иншармс Дименшенс, здесь такая комната рукодельницы, смотрите, сколько мелких деталей, интересные, и, конечно, сейчас для меня актуальный пэтчворк, видите, везде, вот, висят эти квилты, дорожки, кстати, очень интересные здесь блоки, смотрите, прям хочется, знаете, взять и прям отсюда попробовать именно эти рисунки, здесь очень-очень много деталей, смотрите, нитки, котик, корзинка с вязанием, корзинка с рукоделием, какие-то комнатные цветы, сэмплеры, маленькие машинки, игрушки, вазы, квилты, здесь такое панно интересное, я думаю, прикольно будет вышивать, схема, он стандартная Дименшенс, она, кстати, небольшая, ну, бека здесь достаточно, еще одна схема, похожая, но это не Дименшенс, не скажу вам название, но она тоже меня заинтересовала, вот, смотрите, что я делаю, да, хочется увеличить вам картинку, тоже здесь квилты интересные, что я еще ножницы показать вам, и пальцем показывать, смотрите, машинка Зингер, винтажная, здесь игольница, и по бокам вот эти блоки, это такие не самые простые блоки, но тоже прикольные, прям вот можно взять отсюда, как идею, и пошить, есть у меня такая задумка, классная, этот, по-моему, избушка называется, или колодец, это простые, там звезды, как-то, смотрите, как здорово, и из этого же, или добавочный, маленький такой сэмплер, так, что еще, вот такой небольшой, тоже блоки, по-моему, там розовый и голубой, сэмплер квилт, так, здесь все просто квадратики, здесь маленькие сюжеты, очень маленькие, тоже какой-то журнал, здесь шармики еще вшиваются, с серединки квадратиков, целая пачка таких одиночных, маленьких, этот побольше, в середине у него домик, и внизу тоже блоки, схема, видите, такая прикольная, вот этот интересный, этот розовый мэнер, вот здесь сложные блоки, уже такие указаны, все полностью квилт, видите, tulip quilt сэмплер, то есть тюльпанчиками, здесь домики, и снизу целый ряд вот этих блоков, мозаика, ну, собственно, все, больше нету. Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот такое в самом начале вот эти какие ссылки не глупый текст он там даже себя где-то упоминает прям так как герой так второстепенный я не думаю что есть смысл прям читать всю серию достаточно утомительно но так для ознакомления с автором вот такая история еще покажу вам одеялко вот это одна сторона у него это другая сами понимаете его полностью развернуть это не очень удобно может быть отдельные фотографии вам поставлю ну суть такая что видите она двусторонняя то есть это было уже одеяло я решила поменять его вверх надоело на мне ну и заодно надо было потренироваться не хотелось мне заново там играться с синтепоном то есть основа уже была это по факту просто как в виде пододеяльника такое сшито я его приметала видите просто пока вручную тоже буду скорее всего делать стежку ему когда найду лапку нужно что здесь ну оно большое но где-то 2 на 2 102 200 вот долго я с ним игралась и вот это примерно четвертая часть заметитесь то есть такая рамочка идет сначала белая рамочка потом идет ряд вот это называется по-моему летящий гуси квадрат просто спасибо развернуть там вот так это получается еще идет полосочка то есть это где-то 557 сантиметров вот это крайне это где-то 20 сантиметров и вот эти квадраты тоже они в итоге по 20 как делать может быть сниму отдельное видео кому интересно как делать отдельные блоки в почерке буду наверное делать такой плейлист и рассказывать что еще вот у этих блоков очень много вариантов по сути это видите вот вот этот квадратик это такой же как этот то есть когда вы делаете его дальше вы играетесь как хотите то есть эти ромбы можно делать сюда белый сюда синий можно в общем здесь масса просто узоров тема на интересе а с этой стороны то есть сначала я делала вот этот узор мне было страшно с треугольниками то есть я начинала с квадратов как вы понимаете без стежки это не так уже выглядит что здесь квадрат дорожка и мелкий квадрат вот это эти рамочки очень удобно если у вас разные оттенки а вот эта рамочка как бы собирает рисунок даже из разных цветов вот посмотрите по второму одеялу с цветными квадратами то есть у вас не очень много там ткани одного цвета а вам надо ну представьте два с половиной на два и с обратной стороны да то есть пять шесть метров ткани то есть вот такие рамочки решают вопрос и вот такие квадраты тоже очень неплохо с этим справляются ну и большая возможность разных вариантов интересная была работа покажу вам пледик который отшился значит у него размеры 118 где-то на 170 он такой не совсем стандартный что у нас тут с этой стороны трикотажные такие кусочки квадратики а сзади флисик такой флисик или фланель надо сказать фланель значит что здесь они примерно 15 на 15 каждый квадратик сюда пошло 108 квадратов с обратной стороны в принципе все тоже самое они такие нежные пастельные я старалась подобрать так и как в таком шахматном порядке то есть цветной квадратик чередуется с серым светлый темный серый где-то с белым даже почти голубые цвета желтые розовые ну такая гамма очень очень пастельная такая нюдовая пудровая нежный такой пледик он мне так нравится здесь нет синтепона и собственно еще нет стежки в поисках лапки для машинки для стежки попробовала я просто снять нижнюю рейку не работает системы так нужна специальная лапка а сейчас просто он вручную простеган так чтобы не сдвигалась ткань то есть где-то через две клеточки через два ряда вот так прошлася ниткой светлым тут почти не видно вот такой пледик попробуем показатель с другой стороны так он выглядит с другой стороны но его не очень удобно полностью развернутом виде он в кадр не помещается здесь больше желтых таких оттенков салатовых целом все то же самое и